Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли представители политической элиты страны, включая президента Качиньского, сегодня представила окончательный доклад. В документе изложена польская версия крушения Ту-154. Аналогичный доклад из Москвы был представлен еще в январе. Тогда возмущению поляков не было предела. Адвокат семьи жертв трагедии назвал московский отчет скандальным, а брат погибшего президента Ярослав Качинский охарактеризовал документ не иначе, как издевкой над Польшей. С польским вариантом расследования громкой авиакатастрофы ознакомился Егор Погорелов. Да, добрый вечер, коллеги. Сразу хочется сказать, что особое утешение всем тем, кто негодовал по поводу московского отчета, польская версия не принесет. Специалисты решили, что основная ответственность за катастрофу 10 апреля прошлого года все-таки лежит на польской стороне. Основная причина крушения сформулирована поляками следующим образом. Причиной стало снижение самолета ниже максимально допустимой высоты на большой скорости в плохих метеоусловиях. Визуальный контакт с землей был невозможен, как и уход на второй круг. Было уже слишком поздно. Польский экипаж был плохо подготовлен. При заходе на посадку допустил много грубых ошибок. В частности, не отреагировал на сигнал системы об опасности сближения с землей. К тому же штурмом плохо владел русским языком, на котором велись переговоры со смоленскими диспетчерами. Однако вина российской страны также присутствует. Наши диспетчеры передали польским летчикам не точную информацию о положении самолета относительно глиссады на удалении в 6 километров от аэропорта. Диспетчер сообщил, что самолет находится на правильном курсе, хотя на самом деле он был на 120 метров выше и на 125 метров левее глиссады. Эксперт по авиационной безопасности Валентин Дудкин считает, что даже сейчас давление со стороны поляков продолжится. Давайте послушаем. С той части польской стороны, которая, значит, вечная память этому президенту, занимает явные антироссийские позиции. И это, конечно, прекрасный для них повод, когда 96 гробов на российской территории с российским диспетчером. С нашей стороны, значит, тут, видимо, защитные будут порядки определенные. Но, я должен только сказать, что расследование, которое проводил МАК, оно было далеко не идеально. Больше же слегка опасаются, каким образом российская сторона отреагирует на документы, ведь там кардинарно различные варианты и выводы ситуации есть. Если сравнивать с выводами МАК, которые были в январе, к примеру, еще больше стало неясно, оказывалось или нет давление на экипаж со стороны польского руководства. Польская комиссия также решила, что командующий ВС Польши Андрей Бласик не оказывал давление на членов экипажа. Он действительно находился в кабине пилотов на заключительном этапе полета, но был пассивным наблюдателем, считают польские эксперты. Напомню, согласно окончательному отчету нашей комиссии МАК, экипаж принял ошибочное решение о посадке при неблагоприятной погоде в условиях давления на него со стороны высокопоставленных пассажиров. Выводы об этом были сделаны на основании анализа записи переговоров в кабине пилотов. Ну а в Польше результатом собственного расследования довольны. Все больше комментариев из других европейских стран говорят о том, что полякам верят больше, чем МАК. Польский журналист Зигмунд Зинцеловский рассказал Дождю о том, что в Польше, в принципе, к результатам этого отчета были готовы. Мне кажется, что в какой-то степени доклад не является какой-то большой неожиданностью. Мне кажется, что мы этого и ожидали. Мы понимали, что система подготовки пилотов в Польше и Воздушных силах, она несовершенная. Вот эта некоторая бесхалатность, беззалаберность. Вы же упрекали свои власти после дибели парохода Болгария. Вот более-менее мы столкнулись с той же ситуацией, когда люди, которые, в принципе, должны отвечать за безопасность полетов, за безопасность пассажиров, за то, чтобы все приводилось в действие в соответствии, в полном соответствии с существующими процедурами, им на все это было, по большому счету, наплевать. То есть никто за этим не следил. Ну и буквально полчаса назад я проверил польские ленты новостей. Сейчас в Думе идет заседание Сейма. И вот выступил один из депутатов. И вообще все депутаты его поддержали. Сегодня обсуждается как раз этот польский доклад. Так вот выступают депутаты и говорят о том, что надеются, что похолодание в отношениях с Россией в связи с результатом этого отчета не наступит. Коллеги. Спасибо, Егор. Егор Погорелов о результатах правительственного расследования катастрофы польского самолета под Смоленском. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ